26 февраля главному режиссеру Гродненского театра кукол Олеге Жубдзе было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь. А художественному руководителю Гродненской капеллы Владимиру Бормотову вручена медаль Франциска Скорины. Мы поздравляем Олега Олеговича и Владимира Николаевича. А какими культурными событиями будет насыщен будущий уикенд и неделя, узнаем из рубрики Афиша. 1 марта на малой сцене драматического театра состоится спектакль «Малые семейные преступления». По сюжету произведения главная героиня Лиза привозит своего мужа Гиллиса домой из больницы, где он оказался, потому что оступился на лестнице и потерял память. Лиза пытается рассказать мужу, что он за человек, каким был их брак. Женщина рисует идеальный образ, но вскоре понимает – муж лукавит, и память к нему возвращается. Почему Гиллис упал с лестницы? Был ли это несчастный случай? Или кто-то ему помог? В этом и разбираются главные герои. Итак, Гиллис – успешный писатель, который высмеивает семейные ценности. А его жена пишет картины, панически боясь старости, остро переживает его измены и находит утешение в бутылке. Удастся ли героям спасти свой брак? Смогут ли они снова стать счастливыми? Можно узнать, придя на спектакль. 3 марта в Театре «Кукол» состоится концерт в студии «Голос» Натальи Климович под названием «Формула любви». 4 марта на сцене Театра «Кукол» состоится музыкальный спектакль-комедия «Рыбка». В основе сюжетной линии – сказка о рыбаке и рыбке. Артисты взяли идею Пушкина, обалченной жене и рыбака и представили, чем же эта история могла закончиться в наши дни. В культурном центре фестивальной продолжается фотовыставка метро-литовской фотографии Антана Сосуткуса. Пионер с пронзительным взглядом, маленькая девочка, прижимающаяся к ладони матери, известный художник, гурьба развеселых байкеров. Все они люди Литвы, все они люди Антана Сосуткуса. На выставке представлены фотографии, снятые в прошлом веке. Чувствуется дух давно ушедшего времени. Каждый портрет – документальное свидетельство эпохи. Нет здесь вымоченности и надуманности. Любовь, смех, тоска, одиночество, талант и колорит – все передано без натуги и претензий. Выставочный зал приглашает каждого, кто считает себя художником, принять участие в выставке «Ямане, Яшишкин, Ямалевич» и показать большому числу зрителей одну свою лучшую работу. 1 и 2 марта с 10.00 до 19.00 в выставочном зале по улице Ажешка, 38, куратор будет принимать от всех желающих художников по одной работе в порядке живой очереди и размещать их в экспозиции. Принять участие может каждый при единственном условии – произведение пройдет во входную дверь. К участию в выставке принимаются произведения изобразительного искусства, живопись, скульптура, графика, фотография. 1 марта в Сенаторском зале Гродненского государственного историко-археологического музея состоится торжественное открытие выставки «Сальвадор Дали. Божественная комедия». На выставке будут показаны иллюстрации Сальвадора Дали в божественной комедии «Данте Алигьери». Также вниманию зрителя будут представлены три авторских рисунка Дали, посвященных Дон Кихоту. Коллекция ранее владели Марина Влади и Владимир Высоцкий. В настоящее время она находится в частном собрании Европейского художественного проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова